Несколько раз в день. Обязательно мы еще используем социальные истории, пролистнулись. И сейчас, в данный момент, ничего страшного. С социальными историями, наверное, все знакомы. То есть социальные истории мы пишем для детей, у которых очень нарушено учебное поведение, что он должен делать в школе. Сейчас мы занимаемся тем, что мы пишем социальные истории для родителей домой, но и для того, чтобы облегчить пребывание ребенка дома. Ну, знаете этот вид работы. Сейчас мы очень активно работаем над использованием альтернативной и дополнительной коммуникации. Для этого мы используем карточки ПЕКС, коммуникативные доски, технические средства для обучения коммуникации. Как обычно, работа... Так, опять не туда попала, извините. Так, нет, дальше, следующий. Вот так. Да, значит, обучаем альтернативной и дополнительной коммуникации. Сначала мы строим профиль ребенка. Профиль представлен на слайде, не буду говорить, но эта работа, как, видимо, уже у многих такая проходит. Что мы сначала определяем потребности, проводим оценку навыков, определяем, с кем взаимодействуют, планируем мешательства и планируем мешательства для партнеров по коммуникации. Обычно мы начинаем использовать коммуникацию в условиях кабинета, когда специалист, скажем, логопед и помощник пробуют ребенка в условиях кабинета. Потом эта альтернативная коммуникация и поддержка проходит в классе. И далее уже и в столовой, и на всех остальных мероприятиях, и на уроках. Сейчас вы это посмотрите на видео. Видео один. Могу включить, да? Давайте. Вы видите, работает логопед и помощник. Это система обучения ПЕКС. На этом видео вы увидите, что девушке не очень нравится то, что ей предлагает преподаватель, и она не пойдет за карточкой, чтобы ее оторвать и дать преподавателю. То есть опять нужно искать такие моменты, которые понравятся ребенку, для того, чтобы он попросил то, что предлагает ему преподаватель. Ну, вот видите, ей не очень нравится. Поэтому она карточку не дает. А вначале вы увидели прекрасно. Вот мячик ей понравился, и сейчас она оторвет карточку, даст. Двое, потому что это необходимое условие для проведения работы с ПЕКС. Значит, если ребенок не может сам отрывать, то помощник ему помогает. Потом, как бы, есть такой метод, как удаление подсказки, и не всегда ребенок может это найти. То есть второй человек оказывает обязательно помощь. Вот видите, это в условиях уже класса. Класс занимается, но тем не менее идет работа. Так начинается день в группе подготовительного класса. Значит, это у них такая книжка, книжка ПЕКС, где у них находятся их карточки, которыми могут они просить. Книжки ПЕКС, они заполняются у всех по-разному. У кого-то может быть одна-две карточки, у которого уже 10 карточек. Все зависит от словаря ребенка, которым он владеет. Ну вот в данный момент идет обучение, нужно поставить да или нет. Педагог спрашивает, вы готовы заниматься? Ребенок должен найти карточку да и поставить на свою первую страницу. Это, значит, идет урок, где педагог использует коммуникативные доски, коммуникативные карты. Сейчас, что немаловажно, педагог проводит оценку вместе с ребенком выполненной работы. И ребенок должен сказать, как он выполнил свою работу, хорошо или плохо. И педагог обращается к карте вместе с ребенком. Ребенок должен ответить по карте. Второй там работает, свое задание выполняет. Обязательно ему очень хочется получить какой-то мотиватор, за что он работал. Но он вот отвечает, что он сделал это не очень хорошо пока. Это работа в группе. У всех тоже карты с собой. Педагог будет задавать вопросы, и дети должны отвечать по своей карте. Это уже здесь небольшое видео, когда дети самостоятельно работают с планшетом. Там специальная программа в планшете. Ребенку говорят, возьми одно задание, сделай, сделай, сделай и так далее. Потом получи то, за что ты работаешь. Потому что это работа в столовой. То же самое, коммуникационная книжка у него для коммуникации. Он должен просить. Здесь, кстати, очень хорошо обучение проходит в столовой, потому что еда является наиболее мотивирующим стимулом для ребенка. Что ты еще хочешь, Фарлам? Фарлам, что ты еще хочешь? Что ты еще хочешь? Хорошо, что ты хочешь. Да, он должен попросить ложку. То есть специально моделируется ситуация, когда ему ничего не дают, но ты хочешь есть, ты должен попросить. Это тоже пример карты в столовой. И благодаря вот этой карте ребенок уже этот научился просить без карты. Дальше занятия в группе продленного дня, занятия в паре, когда дети должны попросить друг у друга игрушки. Это, ну, как бы для нас сейчас это наиболее сложный момент. Мотивировать педагогов на то, что дети должны заниматься друг с другом в паре, группой и так далее. Мне только видео не остановить, потому что это сейчас быстро. Хотите перескочить вперед? Ну, немножко вот это покажите, как просит ребенок, да, что он научился уже. Ну, и так далее. Дальше еще я хотела... Как бы... Ну, это тоже занятие в группе продленного дня. Несколько слов еще я хотела сказать о сенсорной интеграции. Давайте это остановим, если у меня нет времени. Значит, очень большую роль имеет работа по сенсорной интеграции детей. Для кого эта работа необходима? Для тех детей, которые... Да, минутку, значит, пойдем назад. Да. Для кого необходима эта работа? Для детей, которым сложно усидеть на месте, для детей, которым трудно удерживать внимание, для детей, которым вообще трудно даже передвигаться, которые не понимают схему своего тела. И для этого вот мы как бы работаем над этим. Значит, нам очень важно, очень крупно повезло, потому что у нас появился зал для работы по сенсорной интеграции, который нам подарил фонд «Обнаженные сердца». И после работы как бы в этом зале, он у нас уже почти год, мы заметили очень большие результаты в продвижении наших детей. Ну, давайте посмотрим видео. В этом зале можно работать вместе с тем, что вот педагог работает над сенсорной интеграцией детей, еще и очень хорошо идет и коммуникация. Вы мне потом скажите, когда остановить, и все, это последнее. Я на самом деле хотел, чтобы вы увидели важные вещи. Это вот, что коммуникация разная. У детей с аутизмом это не всегда ПЕКС, а есть и доски, и функциональная коммуникация, и много всего. Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на то, что сенсорная интеграция – это не булькающие пузырьки в темной комнате с пассивно лежащими детьми. Это активная штука с качелями, с батутами, с очень многими-многими разными штуками. И вообще, как бы о том, что программа для того, чтобы она работала, особенно для детей с тяжелых, она должна быть очень комплексной. Там должны быть хорошие команды, которые вместе взаимодействуют. Спасибо за помощь. Видео всего две минуты, но если нет времени, то можно уже остановить. Да, хорошо. Здесь можно учить и коммуникации, и также еще можно учить и учебным навыкам, обучать счету, чтению. Вообще, очень интересная штука. Три цифра, найди. Три цифра, найди. Подожди. Стоп. Когда мы сначала задавались, она не покачалась. А, давай. Где она? Молодец. 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 Теперь мы нахожем. Молодец. В зале есть свои специальные правила. Это мотивирующий стимул для ребенка, этот конь. Есть специальные правила. Дети приходят, у них есть точно так же визуальная поддержка, у них есть расписание, они должны выполнить определенные моменты в этом зале, после этого получить свой стимул. То есть работа как бы идет в комплексе и везде одинаковая. Сейчас еще секунды. Все, ну тогда давайте остановим. Ну вот и как бы все, что я вам хотела рассказать. Ну и это как бы контакты нашей школы. Если у вас есть желание, вы можете всегда найти нас, набрать в поисковике «Государственная бюджетная организация школа номер 46 Санкт-Петербурга». Мы всегда открыты для общения. Благодарю вас за мнение. Спасибо большое, Людмила Леонидовна. Я приглашаю на сцену следующего выступающего. Начинайте представляться, а я в презентацию. Здравствуйте, меня зовут Марков Илья. Я педагог-психолог Центра поддержки семьи при организации «Веры» с Нижней Новгород. И моя задача сейчас рассказать о том, какой опыт мы имеем в подготовке детей к школе. Спасибо. Итак, в нашем центре есть две ступени. Я не буду ничего говорить о второй ступени. Сразу начну с младшей. Младшая ступень – это дети от 6 до примерно 10 лет. На данный момент, вы видите информацию, которая есть на данный момент, что те дети, которые ходят у нас сейчас, то есть у нас есть две группы детей. Есть одна группа из пяти человек, которая получает интенсивную программу ежедневно, пять раз в неделю по три часа. Это дети от 6 до 7 лет. Это дети, которых мы готовим в мае выпустить в школы, в школы проекта, проект, о котором говорили до этого Роза Хайдарна и Людмила Викторовна. Они пойдут все в школы. И двое детей в другой группе – это очень тяжелые дети, которые мы тоже выпустим в этом мае и тоже отправим в школы. Дети ходят к нам больше, чем год. Они никогда до этого не получали никаких программ помощи. Там множественные нарушения, в том числе и аутизм. И мы очень надеемся, что в школах они будут учиться и пойдут дальше, потому что, в принципе, все, что могли мы сделать, мы уже сделали. Основные задачи группы подготовки к школе – это группа, которая интенсивно посещает нас. Это научить детей сидеть за столом и выполнять задания. Научить слушать инструкцию взрослого. Сформировать первичные навыки коммуникации. Это научить просить, сообщать о том, что что-то нужно или что-то прервать и так далее. Сформировать первичные навыки социального взаимодействия. То есть научить обращаться, научить для вербальных детей обращаться по имени, для невербальных подойти, дотронуться там до локтя, чтобы привлечь к себе внимание и прочие вещи. Ну и, соответственно, еще одна задача – это научить детей самостоятельно работать по расписанию. Все дети приходят к нам в сентябре месяце. И вот эта группа тоже пришла в прошлом сентябре. Сейчас она уже готовится к тому, что мы их отпустим в школу. На момент прихода дети были неорганизованы. Никто не посещал до этого ни детских садов, ничего подобного. Соответственно, были очень множественные проблемы в поведении. Практически не было никакой коммуникации. Соответственно, тем более социального взаимодействия какого-либо. Таким образом выйдет структура наших занятий. Я не буду долго останавливаться на том. Я лучше, наверное, покажу вам, как это выглядит. Что нажать? А вот здесь смотрите. Все, все, нашел. Это занятие по коммуникации. Вы видите, сидит педагог в центре. У педагога есть различные вкусные вещи. Чипсы, сухарики, маленькие кусочки конфет, вода. У кого из детей находится вот этот вот синий кубик, тот просит. Пришла его очередь. И, соответственно, здесь на данном видео есть двое вербальных детей. И один молодой человек, который пользуется системой PECS. Но, соответственно, вербальные дети тоже необходимо было учить. Они использовали скрипты. На данный момент скрипты им уже не нужны. Просить правильно они не умели. Они выкрикивали, они не ждали очередь. Соответственно, сейчас они могут попросить развернуто и правильно. Я хочу то-то, дайте мне, пожалуйста. Это занятие круг. Оно проходит в малых группах. Не все дети, которые посещают нас на данный момент, могут находиться на этом занятии. Потому что оно все-таки немножко для детей более высокого уровня. Оно состоит из нескольких этапов. Вот это первый этап. У детей есть большая книга. Есть книга, где они разбирают правила социального взаимодействия в той или иной ситуации. Соответственно, есть одна страница, посвященная семье. У каждого ребенка есть фотографии членов семьи. Там, где подписана семья, он переносит эти фотографии. Кто? Папа, мама, братья, сестры, у кого есть, или бабушка. И снизу те правила, которые действуют в семье. Что я могу делать? Соответственно, я могу сесть на колени, я могу обнять члена семьи, я могу поцеловать члена семьи и прочее. Следующая страница – это друзья. Ну, друзья мы здесь разместили фотографии тех, кто ходит с ними в группы. Соответственно, также они перемещают, кто друзья, выбирают из фотографий, кто является другом. И, соответственно, правила уже другие. Могу сказать привет, могу пожать руку и прочее. И следующая страница – педагоги. Педагоги такие-то, с педагогами можно там хлопнуть за руку, сказать ему привет. Но педагогу надо слушаться и так далее. Вот, это один этап. И следующий этап – это правила поведения, в принципе, в центре вообще. Пока чужих нет. Пока нет. Ну, и соответственно, работаем по расписанию, слушаемся помощника, ждем очередь. Правила поведения в группе. Кроме этих занятий, разумеется, основная часть того, что мы делаем на наших трехчасовых занятиях, это тренировка навыков, тренировка академических навыков, тренировка различных, в том числе, социальных навыков. Каким образом это выглядит? Это пару слов скажу. Вот это замечательный пример работы жетонной системы. Ну, соответственно, вы поняли, ребенку нужно сделать три правильных задания, получить три смайлика, и тогда он получит свое подкрепление, которое выбрал самостоятельно. Это малый человек буквально со второго дня понял всю эту жетонную систему и прекрасно ее принял. Замечательно. Что это? Эта программа называется Асерт. Это программа, которая взята нами из университета штата Юта. Программа, которую разработал доктор Том Хигби. Программа очень интенсивной, высоко структурированной работы по тренировке отдельных навыков, дискретными пробами. Соответственно, есть изучение частей тела, есть изучение глаголов, есть понимание предметов и очень-очень много разных программ. Для каждого конкретного ребенка мы подбираем конкретный набор программ, какие у него должны быть, и, собственно, тренируем. То есть ребенок приходит, эта тренировка начинается, и каждый ребенок обязательно получает за свою работу что-то хорошее. Спасибо. Ну, вот это пример коммуникативной доски. Молодой человек невербальный, но с помощью коммуникативной доски прекрасно просит, что он хочет. Просит помощи, говорит да и нет. Педагоги у нас меняются в течение дня, то есть у нас первую половину дня с ребенком работает один педагог, вторую половину дня с ребенком работает другой педагог для того, чтобы навыки, которые мы тренируем у детей, все-таки генерализовались, и ребенок научился их делать с разными людьми, выполнять инструкцию от разных людей, не только от одного педагога. Этот круговорот наших педагогов происходит ежедневно, и каждую неделю с каждым из детей работает каждый педагог. То, что не вошло в видео, каждый ребенок имеет сенсорную диету, у каждого ребенка есть также в расписании, у перерыва. Когда он уходит на эту сенсорную диету, в течение 50 минут он получает сенсорное насыщение с помощью всяческих приспособлений из эрготерапии. Наверное, это... мне уже говорят, что время ее закончилось, хотя бы еще хотел продолжать. Вот. Но вот это самое основное, что бы я, наверное, хотел сказать о том, что работа ведется, более того, работа возможна. То есть эти дети, которые, в принципе, раньше могли считаться необучаемыми, они действительно работают. С помощью этой программы они замечательно работают, получают от этого огромное удовольствие. Это очень важно. Спасибо. Спасибо большое. И у нас последний выступающий на сегодня, замечательная, молодая, красивая специалист из города Твери, которая расскажет о том, что делается там. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Григорьева. Я представляю государственное бюджетное учреждение Центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи для детей с рождения до 18 лет. Хорошо. И хотела бы сейчас немножечко остановиться на том, все-таки для какой категории детей мы работаем. На данном слайде... Ошибочка вышла. На данном слайде мы видим те методики, которые мы используем для диагностики и выявления нарушений у детей, а также категорию детей, с которыми мы работаем. К нам в Центр обращаются не только дети с диагнозами, также к нам могут обратиться дети и семьи, которые воспитывают типично развивающих детей для грамотной оценки развития своего ребенка. Значит, Центр работает с 2009 года. В мае 2013 года фонд «Обнаженные сердца» начал с нами сотрудничать, чему мы, безусловно, рады. Фонд проводил ряд обучающих семинаров, в которых мы не только теоретически повышали свои знания, но также мы пробовали все то, что нам говорят эксперты фонда, мы пробовали все это дело на практике. Поначалу нам казалось, что это сделать просто нереально, что они говорят вообще о каких-то непонятных вещах, потому что в университете нас учили совершенно другим подходом и по-другому учили нас работать с такой категорией детей. Но когда мы стали работать, мы поняли, что все то, что предлагается, это здорово, это эффективно, дети раскрывают свой потенциал и просто открываются совершенно с другой стороны. На сегодняшний день мы активно работаем и ведем работу со следующей категорией детей. В нашем центре открыты группы для детей с церебральным параличом, для детей с синдромом Дауна, и самая большая категория – это дети с РАС. Так как в нашем регионе, пожалуй, это остается самая неохваченная категория детей, потому что от них отказываются детские сады, от них отказываются школы, потому что не справляются с их поведением. И поскольку большая часть – это детей с РАС, хотелось бы остановиться на том, что помогает нам в нашей работе. Все подходы, которые вы видите на данном слайде, они существенно облегчают наше понимание и помогают детям обучаться. Они снижают уровень тревожности, все эти подходы, они убирают негативное поведение, они заставляют ребенка вступать с нами в коммуникацию и открываться с положительной стороны. Для нас и, конечно же, для родителей. Когда родители видят этот результат, они говорят «Вау, это работает, мы тоже так хотим». И, конечно же, огромное спасибо фонду «Обнаженные сердца» за то, что они предоставили нам возможность стать лицензированными тренерами программы «Ранняя пташка». Мы стали самыми первыми тренерами в России, которые проучились в данной программе. И с появлением этой программы мы очень активно поддерживаем семьи, и это очень помогает им, потому что раньше, когда мы говорили родителям о том, что делайте так, вот так и вот так, они говорили «Да, здорово, но у нас это не получается». А когда они стали участвовать в этой программе, которая рассчитана на три месяца, встречи проводятся каждую неделю, и там есть домашние визиты. И вот именно на этих домашних визитах родителям становится наиболее понятно, что надо делать, как надо делать, на что обращать внимание. Потому что одно дело мы послушали где-то и пришли домой, мы все забыли и не знаем, как это применять. Другое дело мы пришли домой, к нам домой пришли специалисты, которые говорят «Делайте так». Они начинают делать так, дети начинают к ним подходить, начинают к ним обращаться, начинают раскрываться. Родители, конечно, просто в бешеном восторге от всего происходящего. Значит, опять же, для кого программа? На данном слайде вы видите самые маленькие отзывы. Это, скажем, все отзывы о программе только самые хорошие. Это самые такие вот популярные, скажем, и подчеркивающие суть данной программы. И, конечно же, хотелось бы пару слов сказать о будущем. Я ранее уже говорила о том, что детей с РАС неохотно берут в учебные заведения, в сады и в школы. Но благодаря тому, что мы с фондом разрабатывали интенсивные поведенческие программы, программы по коммуникациям, у нас была в этом году организована группа подготовки детей с РАС к школе. И уже в следующем учебном году детки обязательно пойдут в школу, будут обучаться не на домашних обучениях, а они будут в классе проходить активную социализацию, получать коммуникацию. И будут организованы именно в стенах учебного заведения. Спасибо за внимание. Это наши координаты центра. Спасибо. Отлично. Мы хорошо поработали. У нас есть 5 минут на вопросы. Я сейчас Татьяне дам пару слов завершающих, а потом комментарии, вопросы. Мы можем успеть что-то сделать. Итак, сейчас у нас будет 2-3 вопроса. Хочу просто дать информацию о том, что фонд на этой неделе объявляет конкурс на возможность обучения по программе «Ранняя пташка». Вся информация об этом находится на сайте фонда. Я понимаю, что конкурс будет большой. Обучение бесплатно. Оно будет проходить в Москве, начиная с 22 мая. Что касается расходов на дорогу и проживания в Москве, к сожалению, это будет брать на себя организация. Итак, 2 вопроса, на которые мы постараемся ответить. Микрофон у Славы. Ульяновская область. Борисов Галина Николаевна, директор школы, в которой впервые в сентябре пришли дети с расстройством амортистического спектра. Во-первых, огромное спасибо за тот материал, который мы сегодня услышали. И мне хотелось бы узнать, вот эти презентации будут ли как-то направлены нам или где-то мы их можем увидеть, потому что интересный материал. И еще, вот я очень немножко так завидую тем организациям, которые поддерживают различные фонды. Спасибо огромное и фонду «Обнаженные сердца», и фонду «Выход». Ну вот как нам, например, директорам школ, войти в эти программы, потому что обучение специалистов, это очень дорогое. Я сейчас это поняла, потому что обучаю своих специалистов в Москве, и это достаточно дорогое обучение. Спасибо большое за вопрос. Что касается презентации, а также более широких вещей, которые касаются лекций, презентаций, у фонда «Обнаженные сердца» есть ресурсный центр, это часть сайта. Там выложены все презентации, лекции, вебинары, которые проводил фонд в течение последних пяти лет. Они абсолютно бесплатные, они в достаточно приличном качестве записи. То есть вы можете оттуда брать PDF-презентацию, а также предлагать вашим коллегам смотреть на те видеоматериалы, которые имеются. Мы стараемся все-таки проводить достаточно жесткий отбор и реализовывать только те программы, или предложать только тех специалистов, которые используют программы, эффективность которых доказана в серьезных исследованиях. То есть там не будет никакой ерунды. То есть на самом деле я согласен, учить дорого, а самое главное непонятно где. Потому что, собственно, огромное количество не основанных на доказательствах программ сейчас предлагается, собственных каких-то на коленке сделанных классификаций, странных методов, там чуть не холдинг предлагают, ну ужас какой-то средневековый. Поэтому, собственно, мы рекомендуем вам сравнивать с фондом выхода, там приличный сайт, они фильтруют хорошо. И выбирать то, чему вы учите, по крайней мере как-то вот относительно тех программ, которые действительно помогают детям и не мешают им жить. Еще один вопрос у нас, наверное, может быть или комментарий. Передавай. Передавай микрофон. Поднимите руку, я не вижу кто. Последний вопрос. Нет у нас вопроса. Как войти в программы? Это вопрос достаточно сложный, потому что есть разный уровень участия в программах. Понятно, что фонд финансирует те программы, которые уже есть. Экономическая ситуация очень непростая. Объявляются конкурсы на отдельные части программ. Проводится форум «Каждый ребенок достойный семьи», который будет в этом году уже пятым. И мы активно приглашаем к участию. Да, там тоже есть конкурс. Тем не менее, ежегодно на форуме присутствует человек 800-900. И это тоже бесплатно, да? Давай президенту фонду дадим ответить. Нет, спасибо большое, Таня. Таня все правильно, в принципе, сказала. К сожалению, поскольку мы в начале пути думали, что мы сможем очень быстро всем все рассказывать и показывать. И все классно и быстро заработает по всей стране. К сожалению, процесс, ну, вы видите, долгий, вдумчивый, детальный и дорогой. Да, и нас, к сожалению, на все не хватает. Но, вот мы вроде бы и не планировали, но Тверь, там, где началось с малого, присоединяется министерство, смотрят, работа идет, подписывают с нами соглашения. И мы можем продвигаться в систему, которая, собственно, существует за счет государства, но мы можем обучать людей, которые в ней работают. Поэтому, ну, потихонечку, может быть, поближе познакомимся, узнаем, что у вас есть в городе, какие организации. И, ну, в любом случае, вот, открыты все учреждения, с которыми мы работаем, к тому, чтобы вы к ним приезжали и смотрели за их опытом. И, может быть, впоследствии мы сможем как-то расширяться. И это, на самом деле, наша надежда, что оно каким-то каскадом будет. Вот, что есть Нижний Новгород, там уже есть что посмотреть. Есть Санкт-Петербург, там есть чему научиться. Сейчас, одну секунду, я просто закончу. У нас будет последний сейчас вопрос, потому что иначе просто выгонят. Вот мы, давайте, передадим микрофон. Да, здравствуйте. Я представляю Дальний Восток, город Хабаровск. Очень издалека к вам приехали, специально, чтобы с вами познакомиться. Да, да, узнать, что вы уже здесь делаете. И хотелось бы, просто это крик души нас, родителей. За нами очень много родителей идет. Обратите внимание, пожалуйста, на Дальний Восток, Хабаровский край. Прям очень нуждаемся. Отдаленность. Вы понимаете, что это социальные, такие, достаточно материальные затраты. И нам очень накладно ездить сюда, к вам в центр. Поэтому, пожалуйста, по возможности, примите, пожалуйста, во внимание Дальний Восток. Спасибо. Спасибо. Ну и вот, завершая, хотелось бы сказать, что все-таки вот то, что мы пытаемся делать, это делать современные программы, еще и бесплатные для родителей. Потому что огромная проблема с тем, что доступ к поведенческим программам есть в больших городах, но они, а, платные, б, они, собственно, непонятно, как-то вот странным образом проводящиеся. Поэтому спасибо всем, кто сегодня участвовал. Спасибо вам, что вы нас слушали. Нам было очень приятно, что зал был полон, и люди даже стояли все это время. Спасибо вам огромное. Спасибо.